В Дагомысе сегодня машина сбила прохожих на тротуаре. Есть погибшие. За двором многоэтажек в ответе жильцы, что им надо сделать и как накажут управляющие компании, обсудили на планерке главы Сочи. Два дня на то, чтобы войти в реестр курортного сбора. Такой срок дали местным средствам размещения. Волна здоровья поможет больным детям из Сочи. Всероссийская акция в сентябре пройдет в городах Краснодарского края и Крыма. В станице Новокурсунской собрали огромную армию кровельщиков. Рабочие бригады приехали с Тимошевского и соседних с ним районов, а также Краснодара. Сотни специалистов должны максимально быстро восстановить пострадавшие от сильного града дома. В станице с выходных работает оперативный штаб. И несмотря на то, что с момента природного ЧП прошло три дня, люди приходят и рассказывают о своем ущербе. В станице нет ни одной улицы, которые бы не пострадали от града, ни одного дома. Масштаб разгула стихии оценил губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев специально изменил свой рабочий график, чтобы встретиться с жителями. Поля с уничтоженным урожаем, изрешеченные крыши домов с высоты птичьего полета. Хорошо видно, как разгулялась стихия в Тимошевском районе. Во время запланированного облета по сельхозугодиям губернатор принимает решение приземлиться здесь, в самой пострадавшей станице. Сильный град шел в Новокорсунской не больше получаса, но этого хватило, чтобы кровля была разрушена на сотнях домов. Вениамин Кондратьев полностью меняет свой рабочий график и проводит встречу с местными жителями. Главу региона люди просят о помощи в восстановительных работах. Никакие выплаты в таких случаях на федеральном уровне не предусмотрены. На материальные компенсации средства выделят из резервного фонда края. Нужно конструктивное решение и результат. Вот что сегодня нужно. Поэтому докладов у меня в жизни за три года выше крыши, когда все хорошо и все прекрасно. Я еще раз подчеркиваю, что сегодня проблема, которая произошла, она нерукотворная. Поэтому раз произошло, нужно вместе всем объединиться и перелистнуть эту страницу, закрыть. Вот закрыть ее нужно. И здесь, и не только это должна сделать власть или еще кто-то, все вместе. Поэтому здесь мне не важны доклады, еще раз подчеркиваю, мне не важно способ или метод, мне важно сегодня выполненная работа, она будет тогда считаться выполненной, когда вы все вопросы снимете. Работа в Новокурсунской ведется уже трое суток. Именно суток оперативный штаб в центре страницы не закрывается ни днем, ни ночью. И здесь всегда много людей. Кто-то приходит, чтобы пригласить бригаду кровельщиков. Кто-то узнать, когда начнет работать школа и детский сад. Другие просто, чтобы пообщаться со станичниками. Беда ведь общая. В этом маленьком саманном доме в момент разгула стихии никого не было. Супруги Каневец уехали в гости к родителям в Тимошевск. О произошедшем им сообщили соседи. Когда мы приехали, все было вот здесь, все лежало, ну, в осколке еще валяются, потому что снимали крышу. Вон потеки, все потекло по саману. На холодильнике, на стиральной машине, все везде был шифер, оно рухнул полностью. В двух комнатах провис потолок, выбиты стекла. Молодая семья, которая купила этот дом всего два года назад, вынуждена снова переехать к родителям. Но они уверены ненадолго. Во дворе уже новенький шифер с острым материалами обещали помочь и в станичной администрации. Ютафол выдают, уже часть раздали, часть поехала машина в Краснодар, привезут еще, завтра будет еще. Выплаты начнутся вроде бы как с завтрашнего дня. До конца недели пообещали людям выплатить деньги. Какую сумму супругам обойдется ремонт дома и автомобиля, они еще не подсчитали. Град уничтожил и весь огород, и домашних животных. Но в этом дворе придерживаются оптимизма. Ведь самое страшное уже позади. А теперь у семьи новые цели. Сейчас Новокурсунская напоминает одну большую стройплощадку. Разбитые градом крыши покрывают новой пленкой. Это первый этап восстановления. Потом шифер или проб настил. Вся станица разделена по секторам. В каждой работают спасатели. Их задача в первую очередь помогать тем, кто сам не в силах. Это пенсионеры, ветераны, малоимущие. Из 1826 домов в станице, 1680 это жилые дома. Все они уже описаны, заактированы, сфотографированы ущерб, оценен ущерб. И сейчас сформируются списки на оказание мер социальной поддержки. Также сейчас важно восстановить здание школы и детского сада. Но пока самых маленьких станичников принимают в соседнем поселении и в Тимошевске. Это сделано специально, чтобы дать взрослым время прийти в себя и начать ремонт. Но и затягивать здесь никто не собирается. Бригады кровельщиков сейчас колдуют без малого на каждом втором доме в Новокурсунской. Под шквал града попал из соседней с Тимошевским в Рюховецкий район. Правда, как говорят метеорологи, его стихия затронула лишь краем. В станице Батуринской повреждены всего 14 домов. Против свыше полутора тысяч в Новокурсунской. Сейчас в станицах пострадавших от града на каждой улице слышен стук молотков и гул тяжелой техники. Люди работают, по сути, от рассвета и до заката. И при этом все время посматривают на небо в надежде не увидеть там черные тучи. Сейчас для жителей самое главное – успеть восстановить поврежденные крыши. И сделать это как можно быстрее до первых дождей. Александр Проскурин, Артур Завада, Павел Кузнецов и Мария Крошина. Кубань, 24. Сразу после встречи с жителями в Тимошевском районе глава региона отправился в Новопокровский. Там с активом муниципалитета обсуждали решение наболевших проблем, в их числе и строительство нового газопровода. На разговор с губернатором люди приехали чуть ли не из всех поселков и станиц района. Все подробности у наших краснодарских коллег. Почти 5 миллионов тонн зерна на сегодняшний день собрали в Краснодарском крае. Но в полях продолжают работать больше 6 тысяч комбайнов. Как идет уборка урожая, посмотрел губернатор. Венимин Кондратьев приехал в Новопокровский район. Это одна из самых рискованных зон земледелия в регионе. Средняя урожайность пшеницы здесь 56 центнеров с гектара. В поле Венимин Кондратьев пообщался с комбайнерами. Он поинтересовался, какая у них зарплата. С учетом уборочной страды в месяц выходит около 33 тысяч рублей. Андрей Николаевич, это сегодня Ваша задача. Как обеспечить нашим агариям достойный сбыт сегодня нашей пшеницы. Достойный. Я еще раз подчеркиваю, при таком качестве, а если мы сегодня говорим, что качество лучше, чем в прошлом году или годах, тогда на самом деле мы должны больше получить. Абсолютно. И сегодня хозяева предприятий наших сельхозяйственных, и бюджет, ну и, конечно, сегодня селяне должны ощутить весомую прибавку в своих карманах. Сегодня на самом деле цена 9,20, я больше, чем уверен, и по прогнозам, которые складываются на мировом рынке, она еще вырастет. Она вырастет до 10, поэтому важно сегодня собрать все, кратчайший срок и максимально сохранить до той цены, которая будет, наверное, максимально. Новопокровский район – один из самых крупных в крае по площади. Более 90% территории отданы под сельское хозяйство. При этом наблюдается перекос в сторону растеневодства. На встрече с губернатором одна из местных жительниц рассказала, что рада бы разводить коров, но земля, которую она использовала для пастбищ, понадобилась для расширения границ станицы. В итоге все поголовье теперь под угрозой. На самом деле, если у нее было 200 голов поголовья, то, в принципе, могло быть 400, а стало 90. Вот это непорядок. Вот с этим я никогда не соглашусь. Поэтому, ну, если изымаете, я согласен, станица должна расстраиваться, да, компенсируете. И компенсируете так, чтобы было выгодно. Это не только по отношению к ней, к любому сегодня селянину, который на самом деле взять коров, это уже подвиг сегодня. А 200 коров, это большой подвиг. Ей надо медали вешать, а мы у нее землю забираем. Подобные встречи губернатора с жителями районов всегда вскрывают самые наболевшие проблемы. Больше всего жалоб на дороги и жилищно-коммунальное хозяйство. Такой большой район, как Новопокровский, газифицирован всего наполовину. Один из жизненно важных проектов сейчас подводящий газопровод к селу Горькая Балка протяженностью 33 километра. Уважаемый Венин Иванович, по данному вопросу хотелось бы обратиться к вам за помощью. Дело в том, что проектная стоимость Горько-Балковского газопровода 137,5 миллиона рублей. Завершение работ по экспертизе проекта запланировано на август текущего года. За счет средств собственного бюджета выполнить в полном объеме данные работы не предоставляется возможным. Принцип софинансирования, то есть будет здесь работать, то есть у вас есть деньги на софинансирование? Будет. В каком соотношении? 10%? 10% Хорошо. Давайте сделаем так, значит, когда у вас будет уже проект с экспертизой, с экспертизой, если в этом году успеете, ну, сразу 137 миллионов на следующий год не смогу дать, но на два года, на два года мы разобьем. Хорошо, спасибо. Да, и по принципу софинансирования, тогда через два года можно жителям этих сел, поселков и села сказать, что газ у них будет. Оно... От развития инфраструктуры зависит и будущее инвестиционных проектов в районе. Многие из них могли бы уже запуститься, но из-за отсутствия того же газа открыть серьезное предприятие просто нереально. Поэтому помощь из краевого бюджета для газификации – отличная фора для экономического рывка в Новопокровском районе. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Новопокровский район. На селекторном совещании, которое провел министр строительства России Владимир Якушев, обсудили изменения в законе о долевом строительстве. В нем принял участие глава Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно поправкам, 1 июля застройщик сможет получить расчет за проданные квадратные метры только после сдачи квартиры. Если жилье приобретено на этапе возведения дома, то деньги должны храниться на специальных счетах в банке. К ним не имеют доступа ни покупатель, ни продавец. Изменения не коснутся тех сделок, которые были заключены ранее. Сейчас все многоквартирные дома, при строительстве которых были нарушены права людей, включены в региональную дорожную карту. Губернатор края интересуется у министра, может ли обманутым дольщикам Кубани помочь Федеральный компенсационный фонд. Деньги из него направляют на завершение строительства. Для нормализации ситуации и законы эти меры необходимы. Это безусловно, и у нас огромные слова благодарности и Минструю, и Федеральному центру, и правительству за данный закон. Но вот все-таки, вот этот Федеральный компенсационный фонд, деньги, которые там накопились, все-таки можно, говоря, от какого-то исключения или по каким-то механизму все-таки пустить на то, чтобы мы достроили существующее наследство. Вот то, что является сегодня предметом максимального возмущения обманутых дольщиков, в том числе и в Краснодаре, или в Краснодарском крае, как и по другим субъектам Российской Федерации. В прошлом году в регионе насчитывалось 60 проблемных объектов. На сегодняшний день восстановлены права дольщиков на трех из них. Девять домов введены в эксплуатацию, а для завершения строительства десяти многоквартирников уже нашли инвестора. Тур-поток на курорты Краснодарского края вырос на 9%. Об этом журналистам рассказал Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что с каждым годом все больше людей выбирают для отдыха Азово-Черноморское побережье Кубани. За последние 18 лет число туристов в крае увеличилось почти в 3,5 раза. Кубанские курорты привлекают туристов со всего мира. Мы стараемся создать все условия для развития популярных у людей направлений туризма. С начала 2018 года тур-поток на курорты Краснодарского края на сегодняшний день составляет больше 5 миллионов человек. Конечно, основная нагрузка в этом году приходится на Сочи из-за чемпионата мира по футболу. Его к 1 июля уже посетили свыше 2 миллионов туристов. Сезон только начинается, и я уверен, эти цифры покажут уверенный рост к окончанию лета. В связи с таким наплывом туристов в крае организовали оперативный штаб, который мониторит ситуацию на кубанских курортах. Ежедневно за безопасностью на набережных и в других общественных местах следят специально созданные мобильные группы. К другим новостям. Страшное ДТП произошло сегодня в Дагомысе. Есть погибшие. Сегодня в Дагомысе на Батумском шоссе автомобиль в «Шевроле» выехал на встречную полосу, врезался в дерево, а затем вылетел на тротуар и сбил группу людей, только что перешедших дорогу по пешеходному переходу. В момент аварии люди находились на тротуаре. Остановился нарушитель, только лишь врезавшись в красный «Ниссан». По предварительным данным водитель, 23-летний местный житель уснул за рулем. В результате ДТП на месте погиб 63-летний сочинец. Еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А накануне в Дагомысе в аварии с двумя машинами погиб водитель мотоцикла. ДТП произошло накануне на перекрестке Батумского шоссе и улицы Гайдара. По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Hyundai Getz выезжала со второстепенной дороги на главную, не пропустила мотоциклиста. После столкновения он вылетел на встречную полосу под колеса автомобиля ВАЗ-2108. От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Обстоятельства о случившемся уточняются, сообщают кубанские новости. Расширенную планерку при главе города посвятили подготовке к матчу «Россия-Хорватия», который пройдет уже в эту субботу на сочинском стадионе «Фишт». Мэр курорта пригласил на совещание не только весь административный аппарат, но и представителей управляющих компаний ТОСА в руководителей хозяйствующих субъектов и поставил задачу привести все городские службы жизнеобеспечения в режим повышенной готовности. Сочи снова накрывает праздничная волна. За ней, соответственно, опоследуют и тысячи гостей. Поэтому, как всегда, на курорте должно быть чисто, комфортно и безопасно, подчеркивает Пахомов. Ко всему прочему, повод просто обязывает встретить болельщиков и саму сборную России по футболу на высшем уровне. Сам город, а вернее его центр и все гостевые зоны в порядке. Но вот во дворах многоквартирных домов картина иная, отмечает мэр. Навести же порядок необходимо за пару дней. Назначили управляющую компанию. Соберите деньги, дайте им возможность, чтобы они работали. У нас получается так, что парадоксы выходят. Люди не понимают, либо не хотят понимать. И когда я где-нибудь появляюсь, начинают ко мне подходить, подбегать. Пойдемте, посмотрите, как у нас грязно во дворе. Вы должны понять одно. Я не могу вкладывать деньги муниципальные. Не имею права. За двор, за дом, за вас, за подъезд. Это делаете вы сами, так как вы являетесь собственниками своих квартир. В случае невыполнения своих обязанностей управляющими компаниями, администрация города будет рассматривать вопрос о лишении лицензии, составлять протоколы. Штраф 40 тысяч и выше. У остальных дела по списку. Зелень поливать, дороги и переходы убирать, мусор вывозить. К слову, САГ приобрел 220 новых контейнеров. И тем не менее, они оказываются перегруженными. В основном стройматериалами. О таких фактах, в том числе о несанкционированных свалках, администрация просит сообщать на телефон горячей линии 264-04-44. Туда же можно пожаловаться на незаконный сброс канализационных вод. Курортный сбор в Сочи, так же, как и по всему Краснодарскому краю, с туристов начнут взимать с 16 июля. Об этом сегодня рассказали на специальном совещании в администрации города Сочи. В мэрию пригласили операторов курортного сбора. Это гостиницы и отели, санатории, которые будут принимать этот вид оплаты на своих объектах. Наши гостиницы и предприятия санаторно-курортной организации обязаны войти в реестр операторов курортного сбора. Для этого они должны написать соответствующее заявление и подать его в наше министерство по курортам, олимпийскому наследию администрации Краснодарского края. Многие, большинство объектов уже отнеслись к этой норме достаточно ответственно. Ну, а у остальных есть всего два дня. Такой срок поставил Анатолий Пахомов на то, чтобы написать соответствующее заявление. Рассказали операторам курортного сбора и об ответственности, предусмотренной федеральным законом. Так, например, за нарушение порядка начисления этого платежа или порядка и сроков перечисления сбора в краевой бюджет, гостиницам и санаториям грозит штраф до 15 тысяч рублей. Напомню, что Сочи установил курортный сбор в размере 10 рублей за каждые сутки пребывания туриста на территории города. Кстати, это минимальный размер. Мы вынуждены деньги, которые как бы распределяются на наших жителей, мы вынуждены их направлять на рекреационные зоны. И эти рекреационные зоны должны быть в идеальном состоянии. Это набережные, это скверы, парки, но это другие должны быть деньги. И тут есть мировой опыт. А мировой опыт говорит о том, что это и есть курортный сбор, который тратится на инфраструктуру курорта. Планируемый доход от курортного сбора в этом году, по оценкам мэрии, составит примерно 37 миллионов рублей. Деньги планируют направить на благоустройство зеленых зон, покупку лавочек и урн, укладку брусчатки в прибрежных зонах. Добавлю, что от уплаты курортного сбора освобождены 19 льготных категорий, плюс жители Краснодарского края. Волна здоровья поможет больным детям из Сочи. Всероссийская акция в сентябре пройдет в городах Краснодарского края Крыма. Она в очередной раз соберет лучших врачей страны для оказания помощи больным детям и расскажет о здоровом образе жизни. Волна здоровья этого года знаменательна тем, что впервые к ней присоединится Крым. Прежде акция прошла в семи федеральных округах по всем основным речным и морским трассам. Суть акции заключается в том, что на борту комфортабельных лайнеров разворачивается современнейшая клиника с представителями ведущих медицинских центров. В свое время академик Леобо Керрия начинал с детской сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Сейчас это уже и акушерство, и гинекология, и перинатология, и оториноларингология, и офтальмология, педиатрия в самом широком смысле. Регионы заранее готовятся к приходу корабля, формируя списки проблемных детей с изменением здоровья, которые могут получить профессиональную консультацию и быть сразу направленными в те учреждения, где могут оказать качественную помощь. В этом году всероссийская акция «Волна здоровья» пройдет со 2 по 9 сентября. Круизный теплоход «Князь Владимир» впервые пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров вдоль Черноморского побережья по маршруту. Сочи, Новороссийск, Симферополь, Ялта, Севастополь, Сочи. Также на теплоходе любой желающий сможет узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания. В этом помогут специалисты МЧС. Также в каждом городе пройдут фестиваль здорового образа жизни и акция «10 тысяч шагов к жизни». Именно столько. Чуть больше 7 километров в день должен проходить каждый человек. В Сочи на сборах находятся юные теннисисты и сноубордисты. Наш корреспондент Елена Овсесовна сегодня побывала на их тренировках и поинтересовалась спортивным настроем. На стадионе Центра Югспорт продолжаются тренировки сборной Бразилии по футболу. А тем временем база не закрыта для остальных спортсменов. У одних сборы только начинаются, у других заканчиваются стадионы, рядом море, универсальные тренажерные и спортивные залы. Все для того, чтобы спортсмены могли готовиться к соревнованиям международного уровня. Сочи стал уже постоянной базой для теннисистов. Это сборная команда по настольному теннису юниорская до 15 лет и другой состав до 18 лет. Тренеры называют их звездами, лидерами Европы. Двухнедельные сборы начали с активных занятий. У нас здесь достаточно и спаррингов, и тренеров, и условия замечательные. Ну и рассчитываем мы, естественно, на золотые медали, так как в прошлом году мы выиграли 17 медалей, из них 7 золотых. То есть это был на сегодняшний день абсолютный рекорд. А готовятся спортсмены к первенству Европы по настольному теннису. Оно пройдет в Румынии с 14 по 24 июля. В марте этого года москвичка Мария Тайлакова на молодежном чемпионате Европы в Белоруссии стала первой. Второе и третье место тоже завоевали наши россиянки. У них и сейчас настрой боевой. Цели самые высокие – вот это выиграть. Ну, я думаю, что я готова хорошо и настроена тоже. А вот сноубордисты в Сочи восстановительные сборы завершают. Сегодня у них последние занятия в тренажерном зале. И вся сборная команда по сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата улетает за границу. Особенность какая? Тут идут больше такие более лайтовые тренировки у нас. Больше работаем над функциональными, повышением функциональных возможностей. То есть здесь чисто идет УФП. Дальше вот мы едем в Австрию, там уже у нас будет снег, ледник. Там уже будем кататься, уже больше будет специфической подготовки. Спортсмены готовятся к ноябрьскому Кубку мира. Правда, пока еще не знают, допустят ли их туда из-за санкций. И под каким флагом им придется выступать – под российским или опять нейтральным. Тем не менее, говорят, что в любом случае должны быть во всеоружии. Елена Авсеевна, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.